Друзья, хотел всегда, как говорится, заметить, ну и вот, думаю, пришло время. Понимаете, каждый ролик, в принципе, по большому счету, в общих чертах похож друг на друга, как братья-близнецы. Но, всегда интересно слушать, как они одну и ту же вот эту блювотину преподносят по-своему. Так как, чем больше вот этот вот оратор верит в вот эту чухню, тем интереснее его слушать. Давайте в очередной раз послушаем одного вот такого непоколебимого борца за права банкиров. Я звоню из банка, из банк, департамент, по работе с должностью, меня зовут Светлана Юрьевна Мнадзаканян. Я звоню по поводу вашей карты. Вот там долг 1324 рубля, 33 дня нарушения зафиксировано. Скажите, что вы предпринимаете для того, чтобы... За что такой долг сформировался, можете пояснить? Вы не поинтересовались, у вас он 33 дня нарушения? Я не поинтересовался, но есть очень сильно там один маленький спорный вопрос. Может быть, вы сможете меня, как это говорить, успокоить, либо разубедить, и чтобы я пошел и заплатил эти копейки. А что вам сказали? Ну, а что вы мне скажите? Ну, вообще, как бы... Я вам задаю... Ну, конечно. Сформировался, да, задолжен дать Санкт-Петербург. Данную информацию вы можете узнать по номер в горячей линии, за что у вас формировалась задолженность. То есть вы мне четко и хотите сказать, что задолженность в 1300 тысяч рублей, это обслуживание каждой, правильно? Еще раз так плохо, пока слышно. Подождите секунду, а вы говорите просто сейчас, что задолженность в 1300, там, 25, сколько-то рублей, сколько-то копеек, это... 2300, да, 25, если, а к рублей, да. Да, это задолженность сформировалась за обслуживание картой, правильно я понимаю? Ну, так или нет, да, или нет? Знаете, вот, вам нужно, чтобы вы на номер горячей линии позвонили, чтобы там вам консультанты предоставили. Вы понимаете, что это в мои обязанности не входит. Девушка, ну, я в этом... Откуда образовалась задолженность? Да, я уже звонил на горячей линии. Я работаю только с задолженностью. Откуда она образовалась, как бы, это не мои компетенции. Как вы звоните вам и не можете ответить мне на вопрос, откуда она сформировалась? На номер горячей линии у вас есть, вот они, это её работа, понимаете, объяснять вам, откуда у вас образовалась задолженность? вы не можете менять она есть владислав александрович сегодняшний день она у вас есть вопрос не будем решать придется лично встречаться сотрудникам из нашего банка мортиру будете отбирать и не сотрудник вам по всем контактным адресам я его прям жду за 1300 прям я жду таки вы знаете я в рот попытно выбирать информацию будет он а в дальнейшем она будет являться для банка уже основанием амера взыскания в отношении вас вы на сколько готовы вот и за 1325 рублей общаться сотрудникам лично сотрудника а как сотрудник со мной банка готов общаться лично за 1325 рублей его работа владислав александрович вы вынуждаете на банк направлять к вам сотрудника так как у вас 33 день нарушения у себя вопрос вы сможете решить дистанционно отличная встреча все зависит от вашего решения я могу вам ставить 5 копейка я написал заявление в роспотребнадзор и центробанк я жду от них ответа потом будет когда решение не в мою пользу заплачу вашу пользу решения я заплачу пока я жду ответа двух этих структур потому что я знаю чего она сформировалась и я не согласен крайне с этой должности у меня не проблем если просто момент принципа я являлся вашим клиентом на протяжении двух лет не через ваш банк провел более 12 миллионов рублей а как мне кажется вы привели себя не очень не понравилось ваши отношения и поэтому я уперся в эти 87 рублей комиссии которая ну вот была смета не как это сказать в общем не здорово и правомерно как я посчитал я считаю что роспотребнадзор также посчитает поэтому как бы ну вот что-то мне делать нечего я решил заявление в роспотребнадзор написать так как ты под можете там в комментариях также вы считали что данная ситуация разрешится но она в любом решится понимаете то есть либо я буду прав либо я буду не прав ну судить уже роспотребнадзор и центробанку ну как было так него я заплачу с удовольствием для меня это не деньги поймите правду не вот они деньги и для вас деньги ни для кого это в принципе тысячи приступить он так много чтобы за это вот он до спорит но не отношение в райбанку камня по регламенту по регламенту обязаны направить вам сотрудника для общения на мид вложить выберу вообще ничего будь я не слышал просить если вас дома не будет для разных мероприятий конечно мы все адекватные мама папа жена приезжайте все просто вам будут рады что ваш сын родственник там внук там муж должен нашему банку 1300 рублей вот только вот я правда думаю что они буквы и конечно сильно вы считаете что они хорошо отреагируют они в курсе я считаю что неадекватные люди отреагируют адекватно а вот я считаю что мнение сложится уже ну какой-то шутовское понимаете мне кажется так александр никому неприятно видеть себя на пороге никому неприятно на пороге видеть себя сотрудника принтер банка это офигительная реклама я буду знать один записывал я говорю о ваш комфорт мне комфортно понимаете вы сделали комиссию который функционирует на которой я не знал на теперь виск одно учетом другой 12 рублей за которую взяли 87 рублей а потом говорите что я вам должен курсом 87 рублей чтобы 12 вы перевели счета на карточную счету зачем вы это сделали вы промышленность банк зачем это сделали я на одних комиссиях за два года 13 14 год не помню 12 заплатил вам не знаю там 1500 600 вы заработали денежные средства с меня а потом вы делаете такие штуки это дело в принципе девушка я не получили а этому поводу а сейчас все зависит от вас готовы ли вы готовы мне был дикат александрович вы такой классный здоровский пен давайте мы спешим этот долг простим а вы будете дальше пользоваться нашим банком и проводить за последующий год-два еще по 10 12-15 миллионов рублей уже так можете сказать можете почему этого не делать я не понимаю вы хотите вы хотите сейчас заработать 1300 рублей не пойми за что а потом просто решится там сотен тысяч рублей смотрите сами ваше дело а вы закончили да вы закончили конечно говорите спасибо итак у вас сейчас есть все таки выбора до 2 февраля решить вопрос данный без выезда сотрудника не будут не будете то есть отказывать решать вопрос я жду ответа от роспотребнадзора центробанка в таком случае отказ зафиксирован к вам будешь направлен сотрудник за 1300 рублей вы на бензин больше просто на 1400 рублей владимир Александрович вы будете оправдывать почему вы не вносите денежные средства почему я должен уточнять вам адрес регистрации вы же банк пользование банковской карты поэтому вы обязаны по первому требованию банка нет я не объявлял ничего нет у вас есть данные мои и а если вам не нравится что они предоставляем формата который в принципе у вас уже есть вы можете обратиться в суд вы же можете это сделать у вас контактные данные остались без изменения да все ну наверное скорее всего да я не знаю я не помню понимаете ну скорее всего да без изменения ничего не менял у вас есть все там мои компаспорта там все это я же карточку делал не одну кстати оплатил дело за которую по 7-8 тысяч в год платил волновскую карту еще несколько карт счет у меня у вас есть контактные телефоны по контактному телефону вы сейчас девушка звоните мне со мной общаетесь мне вы много не звали нет не нужно если без изменений то есть все зафиксирую для того чтобы передать отручу конечно я понимаю что она подневольное несчастное существо но мозги то у нее никто не забирал и право включать этот орган тоже не запрещали элементарная вещь до простейшая для понимания обычного человека даже человека работающего в банке если ты звонишь предъявляешь кому-то долг ты должен понимать как минимум откуда этот долг хрена себе с таким же успехом я сейчас могу позвонить кому попало и сказать слушай чувак ты мне должен деньги и на его вопрос с какой стати почему ну я сейчас не знаю это вот типа там другим людям перезвонили тебе скажут ну вот давай отдавай деньги ты должен просто поверь как данность потому что она видите ли звонит из банка вот прям с неба господа бога она звонит вот такой же вот пафос у них это честное слово ну и второе да вторые мысли которые в голову приходят в процессе прослушивания вот таких вот диалогов действительно что там в банке за система ясно да что человек источник прибыли для банка и вот как только он перестает какие-то движения делать все он им не нужен и они пост пытаются отжать последние естественно там это все выделывает система механизмы программы там допустимы сбои но все упираются вот в этого звонаря в итоге этот звонарь выкладывает во всех цветах сам банк может быть и уважаемое учреждение может быть люди далеко не простые организовали стояли у истоков этого банка на фоне всей этой конкуренции в банковском бизнесе работа их чего-то стоило но почему не обратить внимание на первых лиц тех людей которые представляют лицо банка это вопрос к руководству вы ролик слышали предлагаю лайк поставить самое главное не будьте безвольными овцами всегда включайте голову вот вам явный пример респект спасибо конечно автору прямо демонстрирует свою самодостаточность человек что стоит любому так себя вести всегда призываю ребят чем больше людей будет таких как вот автор как другие авторы на нашем канале тем пускай не намного но приблизимся и каждый лично приблизиться к своей победе а это намного важнее чем сделать какие-то революционные там движения формате целых городов там или может регионов нет важнее мне кажется каждая личная победа если вы хотите личную победу одержать тогда вот включайте голову начинайте думать в первую очередь о том что происходит как вас ущемляют как вас обманывают все будет хорошо подпишитесь на наш канал и слушайте вникайте если вы хотите большего узнать посмотрите на нашем сайте видео я всегда отправляю людей на наше видео ссылочка на сайт в описании ролика также есть ссылочка на группу вконтакте там все ролики дублируются вступайте в группу не забудьте еще раз говорю поставить лайк и поделиться в соцсетях этим роликом чтобы как можно большее количество людей узнали что на самом деле можно делать банкиром а что нельзя ну а с вами был Кузнецов Дмитрий я желаю вам счастья здоровья и финансового благополучия до свидания друзья